Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас очередная распаковочка Фаберлик. Я вам в последнем видео с распаковкой говорила, что у меня уже, когда я получила прошлый заказ, Кумас похватилась, что вот, маме нужны срочно кремушки, закажи еще. И, соответственно, здесь уже получилось у меня заказать именно на пятерочку, то есть стоимость доставки была прежняя, 200 рублей, но здесь и вес посылки как бы ни разу не 10 килограмм, а чуть больше трех. Поэтому давайте посмотрим. Здесь, кстати, практически нет бытовой химии, здесь почти все уход, поэтому давайте посмотрим. Я вам редко показываю уход от Фаберлика. В основном бытовая химия, но зато вот для разнообразия будет что-то новенькое. Так, давайте с химии. Начнем, наверное, потому что ее здесь не так много. Так, Кума попросила... Я так понимаю, что это какая-то новинка, потому что я этого средства не видела. Это средства для чечения ванной комнаты, антиналет с ароматом цитрусовой прохлады. Тут какой-то лайм нарисован. Давайте мы занюхнем. Блин, кстати, вот если не знать, реально это не пахнет химией. То есть это пахнет лаймом, лимоном, корочкой, вот что-то такое. То есть что они пишут? Быстрое удаление ржавчины, водного камня, звездкового мыльного налета, и устранение неприятных запахов. Вот, ну посмотрим, как ей зайдет. Так, для Викуси своей я взяла средство для мытья посуды, яблочное, как всегда, и концентрат-кондиционер для белья, мелодия солнца. Мне, правда, кажется, что вот этот желтенький назывался раньше как-то по-другому. Летнее утро или что-то такое, вот не помню. Но точно был желтый, в общем, взяла его сохранение цветов и красок. Вот. Из бытовой химии это все. Теперь давайте посмотрим, что из ухода. Значит, повторюшка. Это коллекция Омега Хит. Универсальный крем для лица, рук и тела. Ну, на лицо, наверное, не стоит, а вот на тело вполне себе можно. Хороший объем, так что для тела, для рук, для ног вполне себе. Так, дальше. Коллекция Доктор Кор. Коробка, правда, помялась, как-то не очень. Крем против пигментации для лица и рук. Ну вот опять вот эта история, да, я не очень понимаю, когда на лицо мажу то же самое, что на тело. Все-таки немножечко разные места, кожа не такая на теле чувствительная, не знаю. Что они пишут? Комфортные текстуры для коррекции пигментации в период гормонального старения. То есть, ну, это мама ее взяла. Из этой серии, мне кажется, мы с ней не пробовали ничего. Ну, именно здесь не только, да, вот от пигментации еще что-то было. Доктор Кор, ну, как-то руки не дошли до этого. То есть, вот так кремушек выглядит. Тонким слоем, утром и вечером. Ну, то есть, в целом ничего такого. Ну, опять же, вот эта тема для лица и рук. Не знаю, насколько это стоит подделать. Ну, ладно. Дальше. Парочка из коллекции Куркума. Дневной и ночной. Господи, вот они. Так, восстанавливающий и дневной с SPF 15. Они идут оба с липосомальным комплексом, насколько я помню, да. Профилактика возрастной пигментации, осветляющее действие, питает, увлажняет, высокая биодоступность, эффективно борется со свободными радикалами. Также в этой коллекции здесь у них в составе витамин С, что тоже очень приятно. Единственное, ну, SPF 15, если тем более есть какая-то борьба, скажем так, с пигментацией, да, если мы говорим про какие-то средства, да, на пигментацию работающие, SPF 15 на лето, конечно, будет маловато, но в целом, как бы, и на том спасибо. Так. Дальше. Еще одна парочка тоже дневной и ночной. Дневной клеточный и ночной клеточный питательный крем для сухой кожи. То есть эту парочку мама моей Кумы постоянно, мне кажется, берет. Вот регулярно, как вот она заказывает уход в Фаверлике, всегда вот эта парочка обязательно есть. То есть ей очень нравится, ей подходит. Хотя кожа, скажем так, там достаточно чувствительная. И я на самом деле поначалу была даже удивлена, что ей в целом подходит уход от Фаверлик, потому что, ну, объективно, на не всем это подходит, когда тем более есть какие-то нюансы с кожей, да, с точки зрения, там, дерматологии какой-то. Но тут все отлично, никаких реакций, аллергий, там, покраснений, ничего такого. Все прям залетает со свистом. Уже вот эту серию Гардерика, я даже не знаю, уже сколько это повтор, пятые, шестые банки, не знаю. Так, еще повторюшка. Странно, кстати, что не дневной, а ночной. Здесь почему-то только ночной. Это коллекция Renovage с пептидами, насколько я помню. Да, инновационный пептид Матриксил. К нему есть дневной, и обычно она тоже берет в пару, но здесь она взяла в паре с тоником. Тоник ни разу, как бы, у нас не фигурировал, ничего не могу сказать. Но вот такая парочка вот из этой коллекции. Еще коллекция Oceanum, пробуждающий крем для лица и концентрат для глаз. Конкретно вот эту Кума брала всегда себе. Очень ей нравилось. На ее сухую кожу залетала со свистом. Но сейчас у нее слишком много других банок, поэтому ей сейчас не актуально приобретать. Но в целом, то есть даже на ее сухую капризную кожу вот эта коллекция зашла. Хотя я думала, что серия Oceanum, она все-таки будет не настолько увлажняющая, чтобы ей хватило. Но нет, ей конкретно вот эта коллекция очень понравилась. Ну, тут вот еще и мама захотела ее попробовать. И последний кремушек. Он у нас еще, кстати, не фигурировал. Единственное, он полностью запечатан. Он с людей. Я его вскрывать, конечно, не буду. Ночной крем. Би-Роял. Я так предполагаю. Ночной крем для лица. Голден Рекавери. Золото. 24 карат и медовый экстракт. Я думаю, что понятно, чем вдохновлялись с учетом этой пчелки. Такой шлейф от Герлена идет. Вот их вот эта премиальная линейка с пчелой. Вот это все такое дорого-богато. Ну и золото, понятно. Ну ладно. Значит, что они пишут? Я этот крем, потому что ни разу в глаза даже не видела. Золотые частицы. Так, золото 24 карат. Медовый экстракт предупреждает появление признаков старения. Смягчает, повышает тонус. Укрепляет тонкую кожу. Разглаживает мелкие морщинки. Ну, к слову сказать, золото здесь действительно есть. Оно примерно в середине состава. То есть его даже не то, чтобы прям супер мало здесь. Но это действительно интересно. Посмотрим, что ее мама скажет на этот счет. Я прям не поленюсь у нее, спрошу. Потому что этого крема у нас еще не было, скажем так, в подборке. Вот, интересно. Но он, кстати, насколько я помню, по-моему, еще и самый дорогой. Из всей этой, скажем так, коллекции. Все. Коробочку разобрали. Как обещала минимум бытовой химии, только уход. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.